Лекция посвящена патологии грудной клетки, в частности, заболевания диафрагмы и плевы. Широкое выявляемое заболевание в странах Европы и Америки обуславливает высокую оперативную активность при заболеваниях диафрагмы. Следует отметить, что в Республике Узбекистан год выполняется до 1000 операций, направленных на коррекцию отверстий диафрагмы и других повреждений данного органа. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, наиболее часто встречающиеся среди грыж естественных отверстий диафрагмы, сочетаются с другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, желчекаменной болезнью, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки. Среди прочих гастроэнтерологических заболеваний грыжи пищеводного отверстия диафрагма занимает третье место, конкурируя с язвенной болезнью и холециститом. Заболеванием плевры распространенными является импиема плевры. В 50 случаях она осложняется острыми хроническими пневмониями гангрены легкого, абсцесс легкого, бронхоэктотической болезнью. Острая импиема плевры развивается после хирургических вмешательств на легком и плевре. И чаще развивается, встречается у мужчин. Первое сообщение о грыже пищеводного отверстия диафрагмы, найденное на утопсии, было опубликовано итальянским ученым Джованни Батиста Маргане, заболевание которой считалось раньше редким. С лечения импиемы плевры началась торакальная хирургия. Первое описание торакальной операции принадлежит Гиппократу, который диагностировал импиему плевры и у данного больного выполнил торакостомию. В качестве диагностического метода торакоскопия впервые выполнена шведским терапевтом-пульмонологом Гансом Христианом Якобеусом в 1910 году, который при помощи цистоскопа для диагностики состояния плевральной полости у больных произвел диагностику туберкулеза. В последующем Якобеус модернизировал торакоскоп, присоединив к нему Гальвана Каутер и начал использовать торакоскопию для прижигания плевральных сращений. В постсоветском пространстве первую торакоскопию выполнил Петр Александрович Герцен в 1925 году при хронической импиеме плевры. В последующем она наиболее часто применялась в афтезиатрии. Среди специалистов в постсоветском пространстве заболеванием диафрагмы и плевра занимались Сергей Сергеевич Юдин, который помимо торакальной хирургии очень хорошо владел абдоминальной хирургией. Также Иван Иванович Греков, специалист, в честь которого на сегодняшний день выпускается хирургический журнал имени Грекова. Среди национальных специалистов заболеванием диафрагмы и плевры занимались Садык Алиевич Масумов, академик Васид Вахидович Вахидов, ныне здравствующий и работающий академик Шавкат Ибрагимович Каримов. Обязанностями врача общей практики при заболевании диафрагмы и плевры являются Наказание первичной медико-социальной помощи населению, санитарно-производительная работа, такие как пропаганда здорового образа жизни, профилактическая работа, своевременное выявление ранних и скрытых форм заболевания, групп риска, лечебная и реабилитационная работа в соответствии с квалификационной характеристикой, ну и, конечно же, введение утвержденных форм учетной и отчетной документации. Анатомическое строение диафрагмы – это мышечное сухожильное образование, разделяющее грудную и брюшную полость, мышечная часть которой начинается по окружности с нижней апертуры грудной клетки и прикрепляется к внутренней поверхности грудины, поясничных позвонков и рёдор. Диафрагма имеет две поверхности, вогнутая в плевральную полость, два купола покрываются париэтальной плеврой и абдоминальная часть, покрытая брюшиной. Диафрагма имеет куполообразное строение и наличие нескольких отверстий, крупными из которых являются отверстия для пищевода, аорты и вены. Методами исследования диафрагмы основными являются лучевые, такие как рентгенологическое исследование, компьютерная томография, ядерно-магнитно-резонансное исследование. Помимо этого выполняется электрокардиография и ультразвуковое исследование. К заболеваниям диафрагмы относятся повреждения диафрагмы, диафрагмальные грыжи, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, релаксация диафрагмы. Причинами повреждения диафрагмы чаще всего являются дорожные и производственные травмы, высотные травмы, воздушные контузии, внезапное повышение внутрибрюшного давления. При разрывах и ранениях диафрагмы показано срочно-оперативное вмешательство, заключающееся в ушивании дефекта шовными материалами. В зависимости от превалирования симптомов сопутствующих повреждений органов брюшной или грудной полости, операцию начинают с лапаротомии или торакотомии. Использование видеоторакоскопических или лапароскопических методов ушивания дефекта диафрагмы является перспективными методами операции. Так как они малотравматичны. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы – это смещение абдоминальной части пищевода и части желудка, иногда других органов брюшной полости, через отверстия в диафрагме, где располагается пищеводная трубка из брюшной полости в грудную. Различают три вида диафрагмальных грыж – аксиальные грыжи, скользящие, некоторые авторы называют параизофагиальные грыжи и смешанные, когда два типа встречаются одновременно. По степени различают легкой степени, когда клинические признаки не проявляются, когда функционирует абдоминальный сфинктер, до тяжелых степеней, когда нарушается проходимость пищеводного камка по желудочно-кишечному тракту или выявляется нарушение микроциркуляции данной области. Скользящие грыжи, аксиальные грыжи могут быть кардиального отдела, кардиофундального или полную тотальную желудочную. Также параизофагиальные грыжи различают фундальный тип и антральный отдел. Клинические разделяют по изменениям со стороны брюшной, органов брюшной полости, желудочно-кишечной или со стороны грудной клетки, легочно-сердечной или встречаются общие, комбинированные, когда тот или иной симптом встречается вместе. Отсюда вытекают и жалобы, жгучие или тупые боли за грудиной на уровне мечевидного отростка, подложечной области, подреберьях и радиирующей область сердца, лопатку, левое плечо. Боль усиливается в горизонтальном положении и при физической нагрузке, при наклонах туловища вперед. Боль сопровождается отрыжкой, срыгиванием и сжогой. Со временем появляется перемежающая дисфагия. Иногда появляются симптомы кровотечения, которые бывают скрытыми. Скользящие грыжи при неосложненных грыжах проводят консервативное лечение, которое направлено на снижение желудочно-пищеводного рефлюкса, уменьшение явлений изофагита, предупреждение повышения внутривружного давления. Хирургическое лечение при скользящей грыже пищеводного отверстия диафрагмы показано при кровотечении, развитии фептической структуры пищевода, а также при безуспешности длительной консервативной терапии. Параизофагиальные грыжи являются показанием для хирургического лечения в связи с возможностью развития ее ущемления. Операция, которая является фундаппликацией по Ниссону. Метод заключается в оборачивании дна желудка вокруг пищевода для создания манжеты, препятствующей забросу содержимого желудка обратно в пищевод, который фиксируется к стенке диафрагмы или к ее ножкам. Истончение диафрагмы. И смещение ее вместе с прилежащими к ней органами брюшной полости в грудную называется релаксацией диафрагмы, при этом линия прикрепления диафрагмы остается на обычном месте. При наличии выраженных клинических симптомов показано хирургическое лечение при релаксации диафрагмы. Операция заключается в низведении перемещенных брюшных органов, нормальное положение и образовании дупликатуры истонченной диафрагмы или пластическим ее укреплением сеткой из айволона, кожными мышечными или мышечно-надкоечными плевральными лоскутами. Анатомически плевральное поло заполнено органами средостенней и легким, поэтому проявляется в виде щели между плевральными и висцеральными листками. Если висцеральный листок покрывает органы грудной клетки изнутри, париэтальная плевра покрывает ее поверхность и подразделяется на четыре части – шейная часть, реберная, медиастинальная и диафрагмальная, широкой из которых самая является реберная ее часть. С заболеванием плевра относятся эмпиемы плевры, спонтанный пневмоторакс, повреждение грудной клетки, свернувшийся гемоторакс и фиброторакс. Последние три патологии являются продолжением друг друга, но так как имеют свойственные себе клинические признаки, методы лечения, рассматриваются отдельно. Опухоли плевры встречаются редко, но обязательно должны мы ее знать. Встречаются различные виды плевры по происхождению, по клиническому течению, по характеру эксудата, по характеру микрофлоры, по распространенности процесса, также встречаются ятрогенные энпиемы. Клинически проявляются кашлем, выделением мокроты, признаками интоксикации, повышением температуры тела, асимметрией грудной клетки, аускультативным снижением или отсутствием негречного дыхания в пораженной стороне. На методах исследования определяется затемнение отдельного участка или полностью одной стороны, или же отмечается двухстороннее повреждение с наличием участков затемнения. Для определения наличия жидкости в пункции плевральной полости в зависимости от положения больного. Для выполнения пункции плевральной полости больного усаживают с открытием задней поверхности грудной клетки для произведения пункции плевральной полости. Иглу располагают по верхнему краю ребра для профилактики повреждений венозно-сосудистого нервного пучка, который располагается по нижнему краю ребра. Для дренирования плевральной полости используется методика Синдингера, когда после пункции вводится катетер и по нему устанавливается дренажная трубка. Также для дренирования плевральной полости используется тракар со стилетом, который устанавливается через кожу и мышечный слой. И удалив тракар, через стилет устанавливается крупная дренажная трубка в плевральную полость. При наличии малого количества жидкости или воздуха плевральной полости для профилактики повреждений поренхемы легкого также используется пальцевой метод. Отодвигая легкое в сторону, устанавливается дренажная трубка. После установки дренажной трубки необходимостью является наличие клапана, когда воздух, жидкость, патологический эксудат движется от больного, и клапан препятствует обратному току эксудата. Для резервуара используется методика Бюлау, когда имеется один сосуд, или методика Боброва, когда используется двухъемкостная. Современная установка для активной аспирации плевральной полости подразумевает трехсосудное. Современный плевроакуатор подразумевает именно такую схему работы. Для санации плевральной полости используются две методики, когда через один просвет устанавливается двухпросветная трубка, через один просвет вводится жидкость дезраствора для санации плевральной полости, а через другой просвет идет санация жидкости из плевральной полости. Вторая методика, когда устанавливаются отдельные два дренажа для введения и отведения жидкости из плевральной полости. При санации плевральной полости для лаважа плевральной полости необходимо учитывать наличие или отсутствие бронхиального свища. При наличии свища данной патологии устанавливается обтуратор через бронх, а затем выполняется санация плевральной полости. После стихания признаков воспаления в плевральной полости для адекватной экскурсии и вентиляции поврежденного легкого, в планном порядке выполняется плевроэктомия и декортикация легкого. Спонтанным пневмоторексом называется пневмоторекс или коллапс легкого у человека, которому не был поставлен диагноз легочного заболевания. Поэтому, как правило, при спонтанном пневмоторексе занимается лечением осложнения, а не устранением его причины. Причинами которого являются чаще всего в 90% случаев это буллезная эмфизема легкого, разрыв спайки, реже эмфизема, хронический бронхит, бронхиальная астма, туберкулез легких, саркоидоз, поликистоз, фибразирующий альвеолит. Для радикальной ликвидации причин спонтанного пневмоторекса выполняется оперативное увеличение, в данном случае торакоскопического характера. Специфичным является для торакальной хирургии использование раздельной интубации легких, когда выполняется отдельная установка интубационной трубкой справа и слева. В данном случае используется интубационная трубка Карлинса. Учитывая причины приведших к спонтанному пневмоторексу, чаще всего развиваются после буллезной эмфиземы легких, поэтому выполняется коагуляция булл, легирование, ушивание, частично атипичные буллезные измененные участки резекции легкого. В некоторых случаях выявить причину спонтанного пневмоторекса не удается, в данном случае операция заканчивается диагностикой. Преимуществами в виде торакоскопических вмешательств является уменьшение травматичности оперативного вмешательства, снижение боли, отпадает необходимость нахождения больного в отделении реанимации, ранняя активизация больных, уменьшение числа осложнений, связанных с гиподинамией и со стороны послеоперационной раны, сокращение длительности пребывания в стационаре, сокращение общих сроков нетрудоспособности, уменьшение расхода медикаментов и операционного материала, хороший косметический эффект. Рентгенологическим признаком повреждения грудной клетки является частичное или полное затемнение легочного поля, смещение средостения, подкожные эмфиземы, пневмомедиастину, перелом ребер, расширение тени средостения, исчезновение контуры дуги аорты, смещение назогастрального зонда вправо, расширение сердечного контура, наличие желудочного пузыря и петель кишечника в плевральной полости. Клинические повреждения грудной клетки являются цианозом, отсутствием самостоятельного дыхания, подкожные эмфиземы, наличием патологических шумов в плевральной полости, наличием повреждений грудной клетки, выбуханием шейных вен, парадоксальным пульсом. Одним из осложнений повреждения грудной клетки является пневмоторакс. В данном случае различают открытый и напряженный. При открытом пневмотораксе имеется наличие пневмоторакса и открытой раны грудной клетки, через которые происходит дыхание. При напряженном пневмотораксе также имеется пневмоторакс с наличием открытой раны грудной клетки, однако идет напряжение воздуха на поврежденной стороне, поэтому идет напряженный пневмоторакс. Клинически проявляется подкожные эмфиземы, тимпонитом при перкуссии на поврежденной стороне, смещением трахеи в здоровую сторону, ослаблением дыхательных шумов, нестабильной гемодинамикой. При повреждении грудной клетки выполняется дренирование плевральной полости, оперативное лечение с последующей консервативной терапией. Для дренирования плевральной полости показанием является пневмоторакс, различные теологии различного вида, повреждение грудной клетки, гемоторакс. Показанием для оперативного лечения при повреждении грудной клетки является тампонада сердца, большая открытая рана грудной клетки, наличие признаков повреждения средостения, продолжающие и или профузные кровотечения плевральной полости, массивная пневморея по дренажу из плевральной полости, после дренирования, повреждение трахеи или главного бронха, разрыв диафрагмы, аорты, пищевода, наличие инородного тела в грудной клетке. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.